Автор одного из самых перспективных стартапов Перми продолжает отвечать на вопросы инвестора даже после церемонии награждения. Уникальный экструдер для 3D принтера от команды Евгения Матвеева взял первое место в своем треке и завоевал спецприз от компании Artelicom. Устройство позволяет использовать при печати любые полимерные материалы, легкоплавкие металлы, наполненные пластики и композиты. Производство теперь смогут использовать FDM-печать, которая до сегодняшнего дня была лишь на любительском уровне. Они смогут использовать данную технологию для создания высокопрочных изделий более быстрым, более дешевым способом. По словам Евгения, в проект вложили уже порядка миллиона рублей. В том числе это средства от Минобразования Пермского края и грант, выигранный на конкурсе «Умник». Собственные вложения практически удалось компенсировать. Спецприз составил 300 тысяч рублей. Авторам трех лучших проектов этапа выдали путевки на стартап-вилледж в Москве. Гораздо более глубокая дифференциация по технологическим темам. И, конечно, очень большое привлечение инвесторов. И помимо просто приза, который получает победитель в районе 5 миллионов рублей, самое главное – это, конечно же, те инвестиционные контакты и связи, которые вы нарабатываете во время этого конкурса. Всего на пермский этап Open Innovations Startup Tour было подано 118 заявок. В первый день комиссия отобрала 32 наиболее перспективных стартапа в трех направлениях – промышленность, биомедицина и IT. В первых двух лидерами стали пермские команды. IT выиграл Петербург. Компании лидеру уже 8 лет. На ее счету более 80 внедрений собственного программного обеспечения четвертого поколения на многих крупных предприятиях страны. Однако даже таким маститым игрокам стартап-тур оказался необходим. Скажем, наше предложение интересно заказчику, но заказчику требуется еще значительная часть доработок. Может быть, даже до 40-50% функционала, который еще не существует. И вот как только речь доходит о совместном неокре или о том, чтобы подождать, я уж не говорю про то, чтобы заплатить за это, вот это зачастую является камнем преткновения. Проект Ростислава – автоматизация геолого-разведочных работ. Рост, по словам экспертов Тура, оказался актуальным для добывающих компаний Пермского края. Разработку также показали в рамках «Сколково-демо-дэй». Это одно из нововведений РОА-цессии. В незачетная презентация абрикамским предприятиям проектов от 9 резидентов инновационного центра. Интересантами выступили ОДК «Авиадвигатели» и ОДК «Пермские моторы». «Эртелеком-холдинг», «Протон-ПМ» и другие. Шла большая подготовительная работа. Конечно же, приезжали наши представители сюда, говорили с представителями, с губернатором встречались. Мы сегодня встречались с губернатором. Мы знаем его большой интерес к развитию промышленности, к цифровизации экономики. А вот в главном зачете все как на экзаменах. Жюри оценивало проекты по пяти параметрам. Конкурентоспособность, реализуемость, масштабируемость, полнота представленного материала и сама команда. Одним из важнейших компонентов успешного стартапа модераторы треков называют нацеленность на конкретного потребителя. Проработка бизнес-моделей, работа с потребителями потенциальными, чувство заказа, техническое задание. Этого всего не хватает в очень многих проектах. Конечно, эти проекты требуют еще и технологической доработки, но развитие этих проектов как бизнесов требует включенности предпринимателей, а не только ученых. Из девяти призовых мест большинство осталось за Пермью. Стартапы, которые не прошли, могут оставить заявку сразу на московский тур. Нужно лишь исправить ошибки. Главное, говорят руководители, чтобы запал оставался. Многие стартапы очень нетерпеливы, особенно в России. Буквально после первой-второй неудачи люди тут же расстраиваются. Хотя, к примеру, в Кремниевой долине для того, чтобы получить свои первые деньги, первые инвестиции, требуется как минимум 47 раз выступить перед инвесторами и представить им свой проект и свою идею. В России, в Финляндии люди сильно расстраиваются, если не достигают успеха со старта. Но нужно понимать, что предпринимательство — это не спринт, это марафон. Пермь — первая точка маршрута Роадшоу, состоящего из 11 городов. Прикамская столица участвует в открытых инновациях не впервые. Стартап-тур помог в развитии промо-боту, лаборатории мультимедийных решений Маугри. Эти компании сегодня ассоциируются с самыми успешными стартапами Прикамья. Кто пополнит их список, станет известно 1 марта на Startup Village 2018 в Москве.